Всем привет! Это мое аж второе информативное видео на канале, поэтому сегодня мы с вами разберем несколько важных аспектов, касающихся мини-пидов. Мы поговорим с вами про особенности характера и про нюансы, о которых заводчики никогда вам не расскажут. Итак, поехали! Кто же такие мини-пижики и что с их характером не так? О чем вам не расскажет заводчик? Мини-пижики. Это консьержи. Душные, дотошные, которые никого не пускают в дом. А кто ты? А что ты вообще пришел? А ты к тебе звали? Ну и что, что ты мать, отец, брат, сестра или родственник, тут моей мамы с папой? Иди отсюда вообще, тебя знать не знаю. С моей не было. Казалось бы, мы ездили часто к моим родителям. Он пытался показать им, что нет, здесь я главный, в вашем доме главный я. Я буду станавливать здесь свои правила и свои порядки. Драл у мамы в доме обои, и что он там только не делал. Короче, всячески протестовал и показывал, что здесь я, шериф, и здесь мои порядки. Это мой округ. Собственно говоря, Мэнни был в своем полном амплуа шерифа, кем он, собственно, и является по сей день. А вы все знаете, что Мэнни это шерифчик. Шериф округа Мэннисон. Мэнни шериф округа Мэннисон. Это я только что придумала. Так вот, сучандры щите. Не пускай. Будьте готовы к тому, что к вам, скорее всего, в гости не сможет зайти никто. Начиная от близких родственников, заканчивая просто каким-нибудь сантехником. А мы уже проводили всяческие эксперименты, пытались задабривать. Есть одна женщина, которая давала совет подкармливать. Она говорит, давайте гостям какие-то вкусняшки просто в руки, чтобы я вот так вот Мэнничка, Мэнничка задабривала. Ну, что вы думаете? Мэнничка, конечно же, принимал эти вкусняшки и следом кидался сожрать этих угощателей недоделанных. Он говорил, а ты что вообще тут смеешь, еще на кухне на моей сидишь? Мало того, что мою еду трогаешь, еще мне ее тут пихаешь в рот. И еще и сидит он на моей кухне. А ну пошел отсюда. Все свиночки, защитники своей территории. Они собственники, они единоличники. И, соответственно, может это пойдет вам на руку, потому что, честно говоря, у нас сейчас нет гостей. И, как говорится, ушли лишние проблемы. Не нужно готовить, не нужно лишний раз убираться, что-то там подготавливаться к приходу гостей. Ой, да и слава богу, зато у вас появится просто железобетонная отмазка. Можно к тебе в гости? Ну у нас злая свиночка. Ну у нас... Я всегда говорю, ну если не боишься Мэнни, приходи. И люди сами по себе отсеиваются, потому что они знают, они боятся шерифа, они знают, насколько он авторитетный, насколько он грозный и насколько он физически подкованный и подготовленный, понимаете? Мэн, несмотря на свою вот эту неповоротливость, он может дать разгон еще, знаете, даст фору даже молодым поросятам. Но иногда он действительно считает себя маленьким поросеночком, когда начинает носиться, просто бесоебиться по дому, как он, не знаю, как бешеный носится. Вспоминает, наверное, свое детство, потому что он, когда был маленьким, как, знаете, с такими маленькими копетеночками. Я сейчас ставлю сюда фрагменты Как маленький тараканчик бегал по коридору Периодически такой же происходит Уже 5 лет он уже не маленький тараканчик Он как бочка с квасом на ножку перекатывается Ну вот и бежит эта бочка Иногда с утра бесоебится Ладно, суть не в этом Это я в очередной раз упомянула О том, что свиночки это очень веселые, игривые животные В том числе, да, они любят поиграться Им надо, знаете, вот так вот они делают Они вот так вот Расшатываться, пинать все своей головой Вот так вот подкидывать, подбрасывать Любят, если вы кинете ему игрушечку Он ее так вот будет отпинывать Ну вот эти основные движения кабанов Вопрос с туалетом Многие спрашивают, возможно ли приучить свинку к туалету Не то, что возможно Они настолько умные, эти поросяточки Что в первую, буквально в первую неделю Отродясь, хотелось сказать Ну практически Манечку мы взяли возраст полтора месяца Он уже был приучен к пеленочке Но несмотря на это Значит мы выделили небольшую комнатку Это ванная комната У нас там полы с подогревом И я обозначила сразу уголок, где лежала пеленка Он сразу же, в первый же день Он все понял Он все понял, он сходил на нее И с тех пор как бы вот он ходил на пеленку Потом эту пеленку я вставила В плоский собачий лоток с низкими бортиками Он где-то до года он ходил в лоточек Но знаете, я не помню точно с какого возраста У него случился переклин Он перестал ходить в лоток какать Писать он продолжал дома А какал он исключительно на улице Вот так постепенно свиночки приучаются к туалету на улице Некоторые люди используют такие приемы Как и в принципе в дрессировке собак Для того, чтобы приучить к туалету на улице Сходила на улице, дали угощение Некоторые так делают Может быть они так быстрее обучаются Я не пробовала, я не преследовала такую цель Мне не напрягали пеленки, я честно скажу По одной простой причине Мэня кастрированный Запаха, специфического запаха мочи у него нет Если уже в частном секторе То приучить свиночку к туалету на улице Не составит в принципе никакого труда Потому что у вас доступ к улице будет 24 на 7 Открыли дверь, выпустили, она сходила Все, так она, конечно, гораздо быстрее приучится К туалету на улице, к выгулу Ребята, три года Мэня ходит исключительно на улицу И писать, и какать Естественно, за ним я убираю все какашки В пакетик выбрасываю, да, и вам советую тоже Потому что наблюдаю, что делают это Немногие хозяева своих животных, своих питомцев Момент, связанный с негостеприимством свинок Он вытекает в следующий Такой тоже дискомфортный момент Под названием Вам попросту будет не с кем оставить и негде Свинюшку, если вдруг вам понадобится уехать Куда-то на день, на два, на неделю, на месяц Хотя, опять же, такие долгие разлуки Не рекомендованы, так как свинки Очень социальные и эмпатичные животные Они очень привязчивые Они привязываются к своему хозяину Они, это настолько, понимаете, это уникальные умные животные Для которых вы становитесь буквально в смысле их родителями То есть свинка у вас реально Вот если вы берете с полутымесячного возраста, да, к себе Все, вы ее мама Все, мама и папа И если у вас есть какие-то дети, это ее сестры, братья Поэтому имейте это тоже в виду, да На долгое время я не советую разлучаться Были случаи, когда свиночки от тоски просто умирали Но не будем сейчас о грустном Давайте сейчас вот что обсудим по поводу оставления То есть вы должны понимать Если вы человек частых командировок Или вы любите куда-то постоянно уезжать Либо вы должны заранее этот момент обдумать С кем у вас будет оставаться свиночка Какое-то место подготовить ей Возможно, если вы зайдете свинку Вы должны ее приучить какому-то своему родственнику, да Чтобы она его знала, чтобы она на него не кидалась Но это тоже такой, знаете, момент Он может прокатить, а может нет Так как свинка может нормально относиться, а может нет Это, опять же, вопрос характера, да Я не беру судить всех поголовно свиночек У меня есть куча примеров, где свинки абсолютно как коты Они ласковые, они любят всех гостей Они такие дружелюбные Но у меня также есть немаленький процент тех Кто столкнулся вот с этой проблемой С непринятием свиночками гостей Да, что свиночки, но они не принимают Вот приходят к вам дальние или близкие родственники Или друзьяшки Ну вот все, пошел отсюда вон, как говорится Все, ну не хотят они И таких много, таких случаев много Поэтому я не выдумываю, я не хочу накручивать Я просто хочу, чтобы вы были к этому готовы И как-то уже заранее понимали Так, ага, ну вдруг вы из тех людей У которых постоянно тусовки, например, да Не знаю, тусы-джусы регулярно Какие-то люди, постоянно какие-то таборы Родственников и гостей А тут вы завели свиночку, а она никого не пускает И всех кусает И вы такие, так, ну я на это не подписывался Я был к этому не готов А почему об этом никто не сказал Вот я вам говорю Что такой расклад возможен Но он не стопроцентный Как бы вам может повезти Что у вас будет ласковая свиночка, как котик А может быть такой шериф, как менюшка Который не пустит абсолютно никого Даже если у вас сломается унитаз И понадобится позвать сантехника Мы ни в коем случае не пустим Ну мы как делаем Если у вас больше одной комнаты, да И имеется дверь Его просто можно запереть в комнате Собственно говоря, с гостями так и происходит Сначала мы просто говорили гостям Закидывайте ноги на диван И как бы Мэнни просто за ними охотился Был помоложе А потом в дальнейшем он сейчас немножко, конечно, помудрел Поуменел На опыте уже такой пораженный И что он делает? Он просто приходит к гостям И они, конечно же, сидят с задранными ногами Потому что им страшно Ну, конечно, такой, знаете, авторитетный шериф Тут гуляет, как говорится, под боком И менюшка просто спит Он спит на своей лежанке Мы можем сидеть разговаривать Главное не шароебиться вокруг него Чтобы вот он Что он это улавливает, запах У них очень сильное обоняние развито То есть даже когда я к гостям хожу в гости У меня здесь в соседнем этаже Прихожу Он чувствует чужой запах чужого дома Понимаете? Вот насколько у них раз... Я ничего не чувствую Не знаю, может у них какие-то диффузоры там пахучие Но я прихожу Он сразу понимает, что я была... Где была мать? Почему мне сейчас кашу не готовила? Не говоря, что голодный тут сижу На час меня оставила Ну все, на тебе, кусь, получай Ну, у нас такое происходит с Мэнни периодически Наши с ним баталии Он мамочку строит еще как Знаете, я его строю И он меня в обратку Ну, в принципе, я все рассказала основное То есть вы должны понимать Что процент того, что свиночка будет негостеприимная Он велик Он не максимальный, не 100%, но он велик Соответственно, отсюда вытекает момент с оставлением свиночки на случай отъезда То есть это не кошка, которая может прийти покормить вашу сестра или подругу Это не собачка, которую вы можете сбагрить родителям Тут уже немножко, знаете, повнимательнее, поответственнее Момент с туалетом легко приучается Пеленка, лоточек, а в дальнейшем улица Мэнни выходит на улицу Он просто божий дуванчик Он ангелок Он никого не трогает Потому что территория нейтральная Они охраняют свою территорию Ну не нравится свиночкам, что кто-то шароебится по их дому Ну, это же их дом Они же с детства тут росли Поэтому, конечно, что что-то там не прописано Но это их дом полноценный Приходите, хотите быть покусанным? Приходите Но, как я уже сказала, это же кайф Не нужно готовить Не нужно этих гостей звать Относительно порчи ремонта, да? Как и любое животное Какой-то небольшой урон может быть Где-то, может быть, подкусит обои Порванные провода Шнурки на обуви Это просто деликатес Совместно вкупе с пуговицами на рубашках Потому что реально они просто Я не знаю, что им так нравится Но они просто обожают Внимание сожрал кучу пуговиц Но зато это приучает к порядку Опять же, знаете, как Мысли позитивны, как говорится Я поняла, что манечка меня приучила к порядку И чтобы нигде ничего не валялось лишнего Чтобы все убирать в шкафы И все вовремя Все это убирать А какие-то шнуры подбирать Зарядки, если то Куда-то их вот на тумбочку класть, да? Чтобы провода эти не валялись Поэтому урон в плане ремонта Не больше, не меньше Как и от других животных Как и от тех же кошек От тех же собак Тоже имейте это в виду Да, свинки не святые в этом плане Могут что-то где-то подгрызть Но в основном это происходит В период, когда у них режутся зубки В период какого-то баловства подросткового Когда им хочется проявлять себя Опять же, бесоебиться Что-то вытворять, какие-то протесты Ну, они могут там что-то немножко подшерудить Подшаманить у вас с ремонтиком Но это все в рамках размеренного В рамках умеренного Это не будет такое Знаете, иногда вот мне рассказывает подруга Как у нее, что у нее створит собака И, честно говоря, я в шоке Я понимаю, что Мэнни просто ангел Это просто ничто В сравнении с тем, что вот у нее сейчас творит собака Я думаю, свет, свет, свет Мне боже упаси Как говорится Я истинный свиновод, понимаете Я всю жизнь была собачником, кошатником Но сейчас я стала свиноводом Да, я переобулась Я по-прежнему, в принципе, люблю кошечек Но я их обожаю Эти вот сладкие жопки Тоже я люблю их потрепать И у мамы коты у меня живут Но я к собакам, ну, стала как-то более равнодушна Потому что свиночки все-таки затмили Интеллектом Вот этим характером Собака — это все-таки служитель Собака, она служит своему хозяину А свиночка себя считает на равных Она такая с тобой противоборствует Понимаете, она... Ну, ты это ощущаешь Я вообще не люблю характерных животных Для меня это, знаете, такое проявление Индивидуальности, что ли То есть, ну, ты понимаешь, что животное себя заявляет Он такой Так, стойте, я сейчас заявлю о себе Ну, вообще-то, а вы что тут? Я вообще-то шериф округа Мэдисон А ты кто? Поясни мне, кто ты вообще по жизни? Видите, вот я таких животных люблю Ну, собака, что она? Вот я ей сказала, полай Она лает Сказала, дай лапу Она тебе дает лапу А свиночке, ты сказала, дай лапу И что он сделал? Ну, правильно он тебе скажет А ты сам сейчас мне как дашь лапу Тебе мало не покажется Ну, нет, это, конечно, я утрирую И свиночке подается дрессировочке За вкусняшки вы можете ее выдрессировать Чему угодно Но они характерны Не стоит это забывать Они будут делать команды Только если они сами того пожелают Просто за вкусняшку работать Ну, такое себе Вот если у нее будет настроение дрессироваться Она подрессируется Она сделает за вкусняшку любую команду Но если не будет настроение Иди в жопу, сам крутись вокруг своей оси Сам давай лапу и сам лай Вот так скажет вам свиночка Поэтому, подводя итог Хочу сказать, что свиночки это замечательные друзья, товарищи и компаньоны Если вы решите свести свиночку Вы ни в коем случае не пожалеете Ее интеллект, ее характер Ее, вот такая, знаете, чувственность, импатичность Она не оставит вас равнодушными Вы обязательно просто влюбитесь в это животное Даже животным как-то, знаете, называть странно Это просто какое-то существо Такое, невероятно эрудированное Поэтому это все, конечно, затмит Все те нюансы, все те минусы Которые я перечислила в этом видео Ну, а если не затмит Значит, вы просто чертый сухарь И, в принципе, вам лучше не заводить на никаких животных Поэтому на этой ноте прощаемся Всем пока Я запишу еще какое-нибудь информативное видео Пишите в вопросах, в комментариях, да Что вы хотите услышать еще про свиночек Про менюшку Может быть, что-то более персональное, подробное Может быть, конкретная история из жизни Мэни Или, в принципе, про мини-пижиков С удовольствием с вами поболтаю Что-нибудь обсудим